Доброго дня, дорогие друзья! Сегодня специально для сайта mashmaster.ru и для канала Все о стиральных машинах я снимаю видео о том, как правильно постирать шерстяной свитер в стиральной машине. А говорю сразу же, что рекомендовано стирать все шерстяные вещи, в том числе свитера, исключительно вручную. Но если вы решили, что вручную у вас не получится, и все-таки вы решили постирать в стиральной машинке, то, пожалуйста, слушайте мои рекомендации. Во-первых, ни при каких обстоятельствах нельзя тереть вещь, даже если на ней сильно въевшееся пятно. Никаких полосканий, никаких отжиманий. При машинной стирке нельзя выставлять отжим. Далее, использование стиральных порошков и моющих средств также запрещается. Вы можете воспользоваться ими только в том случае, если это предусмотрено инструкцией. Например, если продается в магазине специальный стиральный порошок, точнее гель, на котором указано, что стирка шерстяных вещей разрешена, пожалуйста, можете им пользоваться. Шерстяные кофты или платья нельзя сушить в подвешенном состоянии, то есть забудьте о вешалках и бельевой веревке, а также не сушите одежду, используя фен. Это повречет за собой непоправимые последствия. Одежда станет слишком вытянутая, сухая, пересушенная, поэтому надо понимать, что одежда должна шерстяная сохнуть естественным путем. Но и гладить шерстяной свитер или платье ни в коем случае нельзя. Если вы будете пренебрегать этими правилами, то шерстяная кофта через несколько циклов стирки уже потеряет форму, покроется катышками, собьется и потускнеет. Итак, давайте проговорим полную инструкцию. Как же постирать шерстяной свитер в машинке? Во-первых, выбираем режим шерсть, если он есть. Если его нет, выбираем режим деликатная стирка. Главное, чтобы режим предусматривал медленное вращение барабана и отсутствие температурных перепадов. Если в программе предусмотрен отжим, мы обязательно должны его отключить. Далее мы загружаем подходящие моющие средства в нужном количестве и запускаем программу. По завершении режима мы извлекаем вещь и мягкими поглаживающими движениями удаляем остатки воды. Для этих же целей подойдет махровое полотенце. А далее мы сушим одежду. Но вот давайте поговорим, как же мы ее сушим. После того, как закончили стирать шерстяные вещи, нужно их правильно высушить. А как? При сушке следует использовать поверхность стола или дивана или кровати, можно кресла. Обязательно нужно выбрать только ровную поверхность, где шерсть не растянется. Подложим под свитер махровое полотенце и это будет гарантировать более быструю и безвредную сушку. А еще есть очень-очень интересный способ, который я испробовала на своих шерстяных платьях и он мне очень понравился. Этот способ помогает смягчить шерстяную одежду. Эффективность стирки деликатной ткани гарантирует картофельный отвар. Представляете, нужно всего лишь сварить один килограмм картофеля в 10 литрах воды. Когда водичка закипела, нужно через дуршлаг процедить отвар. Потом дожидаемся, пока вода остыла до 40 градусов, окунаем вещи в отвар, слегка ее прополаскиваем, чуть-чуть-чуть ее жмем, потом раскладываем для естественной сушки. А после полного высыхания расчесываем изделие очень мелкой расческой, то есть расческой с мелкими зубчиками и с очень-очень частыми зубчиками. А чтобы после картофеля вещь пахла не картофелем, нужно всего лишь в отвар добавить немножко кондиционера для белья, ну или же пару капелек эфирного масла. Повторяю, что водичка для стирки должна быть не более 25 максимум не более 30 градусов. Сейчас на примере своей кофточки шерстяной, своего свитера шерстяного, я покажу, как я правильно его отжимаю и как я его далее сушу при помощи махрового полотенца. Итак, для начала читаем этикетку. Только ручная стирка 30 градусов, не отбеливать, не гладить, никакой химчистки и никакой сушки в стиральной машинке. Вот так выглядит мой свитер. На нем, как вы можете заметить, нету катышков. Он довольно-таки ровный, всегда прекрасно выглядит, потому что я его правильно стираю. Итак, для того, чтобы просушить только что выстиранный свитер, я пользуюсь полотенцем. Я накладываю его на свитер и вот такими вот движениями, довольно-таки сильными, но не растягивающими свитер, я его отжимаю, чтобы вся влага осталась именно в полотенчике. В предыдущем видео, в одном из предыдущих видео я уже рассказывала, что у меня дома теплый пол, поэтому после стирки свитера и после того, как я его отжала, я раскладываю махровое полотенце на мой теплый пол в ванной, далее поверх кладу свитер и таким образом примерно за ночь он высыхает практически полностью. С утра я его переворачиваю другой стороной, меняю, естественно, полотенце, потому что оно пропитывается также влагой, и к вечеру следующего дня мой свитер абсолютно сухой. Напоминаю, что видео снято специально для сайта mashmaster.ru, для канала Все о стиральных машинах. Всем пока!